так ребята всем привет ну что буду расширять эту семейку та самая пчелиная семья которую спасал всю зиму дом в дом заносил с другом ее снимал короче осыпалась она у меня и следы поноса были зимой ну в общем не знаю что была за причина в общем ребят пришло время ее расширять пчела набирает силу растет как гриб в общем вот это пчелиная семейка вот она ну кто за каналом следит давно тот знает что это за пчелиная семья значит писали мне насчет нее да зачем ты ее вообще оставил да нафиг она надо на пасеке я не понимаю конечно таких людей вот она уже ребят принесла мне и меда вот такая вот сила данной пчелиной семейки не знаю сюда не смотрел неделю неделю назад я ее показывал кто за каналом следит тот видел состояние ну скажем так было такое состояние не сильно сейчас я даже не смотрел их они сейчас работают на акации сейчас посмотрим эту матку эту пчелиную семью посмотрим ее состояние приготовил я уже корпус еще один и буду сейчас вместе с вами ее смотреть и расширять данную пчелиную семейку потому как набрали они уже ребят достаточно прилично силу не знаю люди писали типа зачем ты ее оставил она типа у нее плохой трутень она тебе будет все портить на пасеке я не понимаю ребят я знаю что тут за матка и недаром я ее спасал всю зиму эту вот первая рамка нас медовая пока отставим ее недаром я ее спасал смотрим без дымаря потому что я знаю что тут спасать здесь у нас засев вот такая такой вот засев но не вижу я вижу я матки но засев есть ну это рамочка само собойством оставляется у нас в князде такая вот тяжелая медовая но тут уже мы видим матку так ребят вот наша матка которую мы спасали всю зиму здесь у нас тоже засев тоже она остается пчелки немножко жалят дело ближе к вечеру не любят их они чтоб их беспокоили ну так такая вот рамка тоже засеяна очень много расплоду недельный однодневный расплод продолжаем смотреть дальше ребят я думаю вот это вот темная рамка тут конечно недельный расплод да полностью полностью засеяна полностью недельный расплод наверно мы ее поднимем все таки в верхний корпус потому что ребят она темная эта рамка ну и будем поглядывать почему нельзя поднимать открытый расплод там недель ну недельный еще куда не шло недельный принципе можно а если открытый там двухдневный или однодневный расплод пчелы могут оттянуть маточник верхнем корпусе есть такое может произойти поэтому нежелательно так я увижу здесь тут расплод который я видел в том году я должен его увидеть так ребят опять у нас недельный расплод очень много расплодов ладно но она медовая под ними тоже верхний корпус поднимем такая достаточно медовая рамка так где ж нас наш вернее расплодик ага ребята вот я его и вижу смотрите ребят сейчас я вам покажу так это не эта рамка вон она следующая вот такой тоже расплод так то сколько что-то расплоды смотрите ребят 1 2 3 4 5 6 так 1 2 3 4 5 6 7 уже рамок 7 рамок расплода уже насчитал но это с недельным ну тут короче короче такая рамка ладно я подумаю подумай пока ее отставлю значит ребята смотрите что я спасал всю зиму чтобы вы прекрасно понимали всем смотрите вот 7 рамка смотрите какой расплод вы где такой расплод видите смотрите смотрите ни одного пропуска вот эта матка работает видно вам смотрите вот это я понимаю он еще одна восьмая рамка так тоже верхний корпус верхний корпус верхний корпус ребят по-любому а тут мы и оставим вот 8 рамка 9 рамка так же вы посмотрите на этот расплод ребят вот эта матка работает вот эта матка работает вот это они силу набирают так вот еще одна гляньте 9 рамок с расплодом гляньте какой расплод ребят вы только посмотрите вот этот вот этот та маточка которую я спасал всю зиму я знал и мне еще пишут зачем ты ее оставил себе на пасеке да елки шпалки так хорошо наверное мы эту все таки оставим здесь так там у нас недельный был расплод недельный мы наверное ребята ставим в гнезде а уже печатный расплод мы поднимем верхний корпус так хорошо работаем вот эту вот рамку мы ставим ставим ребят ну в принципе это был осмотр ребят я думаю вы поняли это вот эта семейка буду я выключаться чтоб ролик не затягивать девять рамок расплода вот такой вот расплод смотрите раз вот такой вот расплод чтоб вы понимали это та семья которую я спасал вон еще вот такой вот расплодик которую я спасал всю зиму и в дом заносил их вот они уже набирают обороты вот так вот матка работает это чтоб вы понимали что такое качественная матка и как она набирает обороты за столь короткое время вы представляете сколько будет пчелы если вся весь вот этот расплод выйдет 9 рамок расплода 9 рамок расплода по моему наверное 5 рамок из которых на выходе вы представляете сколько это будет пчел вот почему нужно учитывать вот такие вот нюансы работать на опережение не смотреть количество пчелы а уже расширять и смотреть на поведение пчел смотреть как сколько расплода у вас в ваших семьях понимаете вот такие вот дела сейчас мы сразу на корпус будем расширять потому что вот это как фуганет все выйдет вот это то будут тут сразу пчелы сколько но я в том году три корпуса ставил тридцать рамок додановских был вот такая вот сила семьи вот так вот матки набирают за короткое время силу такую чтобы вы понимали так что все ребят всем удачи оно тоже три рамки там тоже недельный расплод здесь три рамки недельный расплод так короче засеяла все рамки практически 9 рамок одна рамка только всего медовая а то все ну тоже как бы мед есть но в основном расплод 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 и расплод вот так вот работают ребят так что все сейчас расширяем данную семейку на одну рамочку с расплодом заберем в другой отводок подсилен пусть работает все всем пока всем удачи ребят